В регионе уделяется особое внимание поддержке медицинских работников, сообщает телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской. Мероприятия национального проекта здравоохранения, которые реализуются по решению президента Владимира Путина, помогают привлекать специалистов в систему здравоохранения и оказывать им поддержку при трудоустройстве. Подробную информацию можно получить на сайте ведомства или посмотрев видео в телеграм-канале Вести с Дворянской. Департамент культуры и молодежной политики Самары сообщает, что молодежный центр Самарский в период летних каникул планирует трудоустроить более трех тысяч подростков. Сейчас трудовой договор заключили полторы тысячи человек. Временные рабочие места для ребят организуют в государственных и муниципальных учреждениях, на промышленных предприятиях и в общественных организациях. Получить консультацию можно по телефону, указанному на экране. На Руси 9 июля прозвали Ягодница, сообщает телеграм-канал администрации Железнодорожного района. У наших предков с этим днем было связано много традиций и суеверий. К этой поре в лесах созревало множество ягод, а одним из любимейших лакомств детей и взрослых была земляника. Своё название она получила от того, что ягоды свисают близко к земле. Невероятно популярной земляника была во времена Петра Первого. Блюда из нее непременно были на императорском столе. За самой вкусной земляникой шли в этот день по первой росе. Роса высыхала, вкус ягод портился. Первую найденную ягоду не клали в корзину, а съедали, чтобы защититься от болезней.